Магнитогорский металлургический комбинат В разговоре сегодня мы будем говорить о спорте, который тоже оказался, увы, на карантине В студии у меня два известных тренера нашего города, города Магнитогорска Руководитель студии «Танцующий город» Отличник физической культуры и спорта Российской Федерации Елена Губская И тренер, чье имя, ну мне кажется, в нашем городе сопоставляют прежде всего именно с профессиональным плаванием Сергей Савочкин Здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Ну, начнем мы, наверное, ну ни для кого не секрет о том, что слово самоизоляция, что у нас там карантин По-моему, это уже у нас прямо на слуху Вопрос, чем вы занимаетесь? У нас уже, наверное, мы месяц работаем и живем в таком режиме Чем вы занимаетесь этот месяц? Когда наши дети, да, и наши воспитанники Ну, я отдаю, так сказать, первое слово даме Приятно, спасибо Ну, поначалу мы восприняли это как-то не так вот, не то что серьезно, а как-то недраматично Вот, я сразу же взялась за изготовление таких домашних видеороликов Мы с моими коллегами по нашей Монтагурской Федерации Обсудили, как мы будем жить в карантине Как-то наметили действительно формы проведения уроков И, например, кто-то из них ведет по скайпу Вот, я, например, выбрала Вайбер, поскольку у нас есть такая группа Вайбери Танцующий город И я каждый день выкладывала и выкладываю ролики с упражнениями В первую очередь, конечно, на общую физическую подготовку На пластику тела, на дизайн стоп-нок Вот, и также мы запустили домашний флешмоб «Физкульт-привет» Вот, тоже очень интересно, весело Такое было начало Ну, это хорошо начало Я могу Елена Борисовна поддержать И тоже мы проводим занятия в группах Вайбера То есть у каждого тренера есть своя группа И каждый тренер, значит, публикует там комплекс упражнений И родители или дети, если они хотят, значит, то они могут это выполнять Звонить тренеру, спрашивать рекомендации и так далее Но вот, когда начался этот карантин Я почему-то не очень серьезно воспринял его Потому что в моей жизни, я не имею в виду только спортивной жизни Было очень много ударов, очень много негативных моментов Когда было очень трудно и абсолютно трудно Но всегда высвобождается, вот как Елена Борисовна до эфира сказала Что высвобождается какое-то большее количество времени Когда можно заняться самообразованием То есть понять, значит, что произошло Естественно, мы не можем повлиять на эту ситуацию Когда она уже произошла И мы должны из этих минусов Мы должны сделать плюс, большой плюс Да, обязательно мы об этом поговорим Да, мне единственное, видите, как Все, о чем мы сейчас разговаривали То, что Елена Борисовна сказала Вы говорили, Сергей Васильевич Это пока все звучит как ОФП все-таки Да, то есть общая физическая подготовка Но мы говорим о том, что вы специалист, да Который там, я не знаю, стоит у истоков вообще Спортивных, бальных танцев Вы человек, который воспитывали чемпионов И воспитываете сейчас по плаванию Как не потерять вот эти навыки, да Как не растерять Для меня вообще загадка Как удержать Как можно преподавать, не знаю, скажем так Плавание, да, основы плавания Там, не знаю, по Вайберу или как там по Скайпу Как заставить, да, вот контактировать Вот это вот, наверное, да Я еще вернусь к первому вопросу Вот вначале был Вайбер Потом мы стали пробовать вести уроки в Zoom Вот, первый урок был вообще для меня наитруднейший Я сказала, я лучше проведу 10 уроков в зале Потому что видеть на экране Причем не компьютера, а телефона Маленькие кадры, да, с моими учениками Глядываться Все подельности, да, Ленариса, да Там еще кричат А как мой ребенок делает Она моего, посмотрите, а моего как Вот Потом были какие-то посторонние шумы Я говорю, что за трески Они говорят, да это птицы у меня поют Потом тут кошка идет В общем, да, маленькие там Врачи и сестры бегают Мы на второй раз, конечно, отключили эти звуки Вообще тоже неудобно То есть я привыкла же к обратной связи Да, мы все на этом как бы еще строим свои уроки Вот, но второй урок по Zoom был полегче Что интересно, детям нравится Родители говорят, Елена Борисовна лучше Zoom Потому что они под вашим чутким руководством Да, себя организуют Там переодеваются Готовят, значит, коврики Вот, ну и я стараюсь делать им Вглядываться в эти кадрики Делать им замечания А вот в Вайбере мне чем было предпочтительнее Ребята всегда присылали мне свои видео И я уже в личных сообщениях правила их, ну, танец, да Говорила об их ошибках Вот как-то это мне более продуктивно Хотя, конечно, это не заменить уроки в зале Я соглашусь с Еленой Борисовной Потому что когда начались вот эти, ну, как бы вынужденные каникулы Я стал общаться со своими тренерами Которые живут не только в России, но и за рубежом В частности, с Володей Пышленкой Это сейчас он главный тренер Плавательного клуба в Чикаго Это, кстати, тоже любопытно, да, как коллега Строит работу С Сан-Петербургом там И Елена Богомазова, и Елена Кузнецова-Дендебера Сергей Михайлович Костыгов Они проводят все свои занятия Да, они тоже ушли в онлайн Они проводят свои занятия тоже Используя программу Zoom Но я посмотрел, как это делается И совершенно с вами согласен, Елена Борисовна, что Видя на экране, даже пусть и огромного телевизора К примеру, даже 10 человек Ты не можешь усмотреть его ошибки вот в данный момент То есть, если ты даже усмотрел ошибки Даешь рекомендации одному, другие уже десяток делают Поэтому я, как и Елена Борисовна, перешел Просто даешь утром задание Говоришь, что как надо сделать Надо сделать ближе к эталону Ну, может быть, даже лучше Потому что в некоторых видеороликах Там спортсмены делают не очень тоже хорошо Конечно, я от вас возьму эту методику Действительно давать задание Вот знаете, в чем я вижу плюс Вот даже этих уроков Мои коллеги, вот, да, тренеры по спортивным танцам Они согласятся, что не всегда Можно ребенка заставить работать самостоятельно Они привыкли работать с тренером То есть, ты каждый шаг их отслеживаешь Помогаешь каждую секунду Вот, энергии своей делишься, наверное Что, наверное, самое важное Вот А тут я ребятам сказала Я говорю, ребята, пожалуйста Сосредоточьтесь на самостоятельной работе Да, родители, помогите в этом Ну, вот потом, конечно, на первом занятии спрошу И, ну, я вижу, как они работают самостоятельно Лен, вы вот, наверное, как-то подспудно почувствовали Что мы с Еленой Борисовной смотрим в одном направлении Да, наверное, все наши коллеги в это время смотрят в одном направлении Я не могу этого вам подтвердить Потому что вы совершенно правильно подметили один момент Что, когда вы разбираете вечером Или, ну, вот я в данном случае Разбирая вечером, как делал мой ученик тот или иной комплекс Я даю рекомендации, что здесь ты неправильно, здесь неправильно Более того, я ставлю им каждый день оценки каждому ребенку И они, и здесь у них элемент соревнования, так сказать, находится Хорошо, ребята мои тоже ждите Я вам буду делать, ставить оценки Причем, Елена Борисовна, вы совершенно правильно говорите Что, когда занимаешься с детьми Вот у вас, например, 5-6 пар, да? Ну, кто-то хихикнул, кто-то там, что не все серьезно занимаются Если вы занимаетесь с одной парой То другие немножко там могут себе позволить вольность Сейчас, когда я смотрю, как мои дети делают комплекс на виде У них очень сосредоточенные лица Хочу в это внедриться в ваш разговор двух профессионалов Я понимаю, что вам есть о чем говорить Я понимаю, что это действительно интересно Знаете, как? На центральном канале многие обсуждали, был сюжет И, значит, показывали о том, как тренируются именно люди, ну, скажем, профессионального спорта И почему-то очень многие запомнили, Елена Борисовна, мне тоже об этом говорили Как синхронистка отрабатывает ванны Мне очень интересно, ваши где отрабатывают ученики упражнения? Есть, конечно, такие, ну, более или менее юмористические ролики Нет, это, кстати, был не юмористический Вот что самое удивительное, это было реально Ну, красивый был ролик Есть определенные, конечно, ролики У кого какие возможности Но у наших детей, может быть, таких возможностей нет И поскольку мы должны, как и Елена Борисовна, так и наши тренеры Привести наших детей к окончанию карантина Достаточно подготовлены Потому что мы можем составить определенную систему тренировок Где мы не можем потерять ни выносливость, ни силу, ни скорость, ни темп движения Это две разные вещи Ну, или качество быстрота и скорость Это две разные вещи Если кто-то думает, что это одно и то же качество А потом, естественно, если мы сохранили вот эту хорошую физическую подготовку Тем более, мы же ее не строим сегодня одно, завтра одно, третье и так далее Мы меняем план тренировок И тогда, когда Елена Борисовна придет в зал со своими детьми Или мы опустимся в бассейн Нам уже будет проще восстановиться Если бы мы никогда во время карантина ничего не делали Бросили бы своих детей А что же мы за тренеры, когда мы бросаем своих детей Им тоже трудно Нам трудно И если у каждого родителя ребенок один То у нас этих детей очень много Это все наши дети У нас сейчас буквально ненадолго мы прервемся Есть сюжет моего коллеги Павла Зайцева Он поговорил именно с профессиональными спортсменами Которые рассуждают на тему, насколько серьезный удар для профессионального спорта Вот, скажем так, вот эта пауза Звоните нам по телефону 35 55 00 Присоединяйтесь к нашему разговору Мы хотели бы от вас услышать, как ваши дети тренируются Как они выполняют те задания, о которых сейчас нам рассказывают наши педагоги и тренеры Смотрим сюжет и вернемся обязательно в студию Один за другим закрылись футбольные чемпионаты Старого Света НХЛ, НБА Недавно было окончательно объявлено об отмене розыгрыша Кубка Гагарина КХЛ продержалась немногим более заокеанской коллеги Остановлены чемпионаты баскетбольных лиг России В том числе Суперлиги 2 В группе лидеров которой шло Магнитогорская Динамо Отменен чемпионат мира по хоккею, перенесен чемпионат Европы по футболу До последнего оставалась надежда, что игры в Токио пройдут в срок Ведь их старт был запланирован лишь на конец июля Но на днях и этот бастион пал А значит по всему процессу подготовки тысяч атлетов нанесен серьезный удар Олимпийские игры всегда являлись апогеем того работы четырехлетия Поэтому все стремятся именно к этому периоду подойти в более оптимальной, наилучшей форме И выдать все то, что они наработали за четыре года По большому счету, если ставить цель Олимпиаду То чемпионаты мира, Европы, кубковые старты мировые Это как бы этапы подготовки по большому счету И конечно вот такой перенос, он, я думаю, сильно ударит по ребятам по подготовке За всю историю современных Олимпиад летние игры отменялись трижды, а зимние дважды И причиной неизменно были мировые войны От беспрецедентной ситуации с переносом игр в мирное время больше всего пострадают возрастные спортсмены Спустя год это будет, естественно, проведено Но, скорее всего, тех людей, которые мы бы увидели этим летом Ну, их уже просто-напросто не будет Потому что после Олимпийских игр, как правило, ну, более возрастные спортсмены Они ставят какую-то, так сказать, точку в своей спортивной карьере У кого-то, может быть, это единственный шанс Тех, кто уже сейчас отобрался на Олимпиаду И, может быть, уже и не быть Потому что, ну, конечно, больно Больно и спортсменам, больно тренерам, больно нам, зрителям Не только как зритель, но и как опытный олимпийский боец Рекордсмен мира в ходьбе на 50 километров Следит Валерий за своим молодым коллегой Василием Мизиновым 21-летний уроженец магнитки В последние годы покорявший подиум на европейских и мировых стартах Был в числе фаворитов предстоящих игр Как изменится ситуация за год, пока сказать трудно Наверное, все-таки ему будет легче Потому что он все-таки достаточно молодой еще спортсмен Я надеюсь все-таки на его возраст, на его сильные психологические качества Они у него есть, и они очень хорошие Я думаю, он выдержит, и мы все равно будем надеяться на Ну, пускай говорит, на подиум пока Но мечтать будем о золоте Хочется верить, что и другим молодым атлетам Этот год поможет только вырасти и стать лучше Например, кому-то из поколения чистых спортсменов Не замешанных в допинговых скандалах Но пока не дотягивающих до уровня главного старта четырехлетия Легкой атлетики очень большие проблемы, да Которые все их прекрасно знают Вот, поэтому, может быть, и для нас будет каким-то плюсом Именно для нашего спорта, что Олимпийские игры перенесены на год В эфире «Магнитогорское времечко» Мы работаем в прямом эфире И нам дозвонился наш, вы знаете, уже постоянный зритель Здравствуйте Здравствуйте, да, меня зовут Игорь Вот меня зовут Игорь, у меня такой вопрос Какие упражнения полезны для плавания? А вот какие полезные упражнения для плавания существуют? Да, Игорь, спасибо большое Игорь, сколько вам лет? Спасибо, милая Ну вот он, видите, как-то отключился Игорь задал вопрос, попросил упражнения и отключился Ладно, будем ждать Нет, можно не ждать просто Ну давайте так, может быть, какие-то средние Или очень важный именно возраст, да? Дело в том, что да, важен определенный возраст Потому что относительно возраста И даются упражнения Упражнения могут быть разные Они могут быть в комплексе, могут быть отдельно Не увлекайтесь только, Сергей Васильевич А то я сейчас знаю, что вы как истинный профессионал уйдете Уйдете, да, 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 да Начинаем сейчас показывать упражнения Скажем проще Для каждой категории, возрастной категории Есть какие-то, да? Ну, детей Есть различные упражнения Они в детстве или менее профессиональные Только, так сказать, для каких-то наработки определенных навыков А уже в более взрослом Там уже более профессиональные движения Хорошо, спасибо Сейчас вот мы смотрели сюжет И Павел разговаривал именно о проблемах, да, если подготовки к Олимпиаде Да, и к очень серьезным соревнованиям И сейчас, возможно, зрители кто-то посмотрел и сказал Слушай, ну где вы сравниваете? Где детский спорт, например, да? И где, скажем, тут, ну вот такой вот спорт высоких достижений, как Олимпиада Но с другой стороны, мы вот с вами разговаривали перед эфиром И я так поняла, что многие из вас У вас должны были быть соревнования в Болгарии Да, у вас должны были быть соревнования в Англии, в Лондоне Да, в Блэкпуле, да То есть, действительно, мы говорим сейчас о том, что, ну, в принципе Сказать, что все замечательно и хорошо и легко Я бы не хотела, я не пессимист вообще по своей натуре, я оптимист И вот рассказывала, что в этом сезоне у меня была подобная ситуация То есть, был такой длительный отдых у моей, ну, самой наантителованной пары Вот, в мае партнерша ломает, падает с мотоцикла, значит, травма ноги Месяц выбывает из, как раз-таки, финальных соревнований Вот, потом все лето восстанавливается И когда в сентябре уже приходят ребята в зал Говорят, мамочки мне говорят Мы хотим поехать, как обычно, на открытый чемпионат России Russian Open в Москву, который проходит в 20-х числах октября Один из самых потитулованных, да? Ну, да, это мы всегда стараемся посетить эти соревнования Вот, ну, я поначалу была в шоке Я говорю, подождите, давайте я посмотрю на Вообще, уровень ребят после такого перерыва Вот, ну, вы знаете, ну, мы все-таки поставили эту цель И поехали в Москву Участвовали в международных соревнованиях до Russian Open, где победили Вот, и потом на Russian мы попали в четверть финала Из 268 пар мы бы заняли 16 место, вот эти ребята То есть, понимаете, я, вот это дает мне основание с оптимизмом смотреть Что вот этот карантин, он все-таки не выбит из колеи ребят, занимающихся спортом высших достижений Вот, ну, и наши уроки То есть, вот важна все-таки цель, да, то, о чем мы вот говорили Цель, да, то есть, вот, цель, которая мотивирует желания, да, которые вдохновляют Я могу подтвердить слова Елены Борисовны на, ну, в своем, скажем, примере Ну, тоже так, коротко, до чемпионата Европы по плаванию Виктор Андреев ломает руку Ваш воспитанник Да, да, за два с половиной, по-моему, за три месяца Ему делают неважную загипсовку руки Она у него срастается плохо, ему снова ломают, опять гипсуют Ему приходилось плавать, ну, если профессионалы понимают Как должен восстанавливаться, да, начал готовиться, да, да, да По 12-15 километров, проплывая ногами с доской То есть, он на ноги сделал акцент, да? Он делал, больше нельзя было ничего делать, потому что руками, да, ноги Но не только ноги, но, естественно, тренировал сердечно-мышечный Итог какой, Сергей Васильевич, как он выступил? Да, он стал чемпионом Европы и на следующий год Он попал в олимпийскую команду Ну, она была, как бы, сначала сборная Советского Союза Но потом в конце ее делали сборную СНГ И он был в финальном заплыве, то есть попал в восьмерку сильнейших плавцов мира Это очень сильно Могу я сделать вывод такой, что даже вот небольшой Как бы, да, такой есть перерыв, да, это сложно, да, это не есть хорошо, да, для спортсменов Но, в принципе, если сохраняется связь вот эта вот какая-то, я не знаю, между учениками и тренерами Да, которые все-таки где-то, пусть там, не знаю, по скайпу, по вайберу, неважно, но ведут, вдохновляют То, в принципе, все восстанавливаем Все можно решить, восстановить, собраться, как говорится, да, там вот Можно я скажу? Да, конечно Да, действительно, вот когда перед началом этого карантина я собрал тренеров и сказал Тренеры, вы не должны бросать своих детей Да, вот это важно Потому что мы очень много сил потратили для того, чтобы создать команду Для того, чтобы создать клуб Для того, чтобы сделать форму Для того, чтобы мы были про волну сейчас Все в городе знают, а уже и в России Поэтому вы не должны бросать своих детей, вы должны постоянно участвовать в их жизни Во время карантина И, значит, каждый тренер, имея группу в вайбере Он стал дистанционно, так сказать, предлагать определенные упражнения детям Которые, ну, хотят дети или родители выполнять Выполняют, естественно Ну, а тренеры дают рекомендации Потому что, опять же, может повторяясь Мы не имеем права потерять то, что создавали Четыре года Поэтому, я вам больше скажу Появился другой формат общения с родителями Родители не просто приводят к нам детей И не знают, что дети делают там Ну, они, кто-то сидит на балконе, как вот у вас там, они смотрят Кто-то вообще уходит И порой даже родители, наверное, не понимают, какой труд Дети маленькие, дети славы Хотелось, чтобы мы вернулись к этой теме Потому что мы говорили, да, про родителей Мы сейчас буквально ненадолго уйдем на рекламную паузу Звоните нам по телефону 35 55 00 Присоединяйтесь к нашему разговору Возможно, вы нам расскажете что-то интересное, новое То, о чем не знают наши тренеры Как ваши дети тренируются А пока рекламная пауза В эфире «Магнитогорское время» Мы работаем в прямом эфире Сегодня мы разговариваем о спорте Который у нас волей-неволей оказался в консервации Но не так все грустно Как сейчас принято это говорить И слово консервация оказалось не таким уж и страшным Мы начали говорить о родителях О том, что это очень важно Это серьезное такое подспорье для тренеров Особенно на дистанционном таком обучении Скажем, да, там тренировках Лена Борисовна, вот как у вас свои дети Я хочу сказать, что у нас была, есть и будет команда Это тренер, ученик, родитель Родители, все папы, мамы, бабушки помогают своим детям Вот в этих тренировках Я очень благодарна вам Большое спасибо Мы будем продолжать Плюс еще вот в этом карантине Я для себя взяла У меня появилось свободное время И я обратилась, конечно, к лекциям в очередной раз моих коллег Тренеров чемпионов мира Чемпионов мира Лекции самих чемпионов мира И я думаю, что у меня очень уровень моих знаний возрос Что я тут же передаю своим детям Это вот такой большой плюс Что немножко появилось много времени свободного А минусы? А то у нас так же сладко Прямо такая сладкая патока Получается, что все состоит из одних плюсов Да, минусы? Не было бы минусов, не было бы плюсов Поэтому, да, Елена Борисовна Ну, минусы, наверное, это я думаю, что у вас их больше Потому что вы не можете набрать всю квартиру Наполнить водой и плавать А мы можем на гладком паркете На гладком полу В общем-то тренировать латину Или какие-то единичные действия в стандарте Единственное еще, что партнер с партнершей не могут встретиться Вот это, конечно, большой минус Да, но я думаю, что они соскучатся И соскучатся и с большим энтузиазмом проведут первую тренировку после карантина Что касается моих родителей То есть у нас возник с родителями новый формат общения То есть они видят своих детей Они беседуют со мной каждый день Даже один родитель, родитель одного мальчика Даже учредил каждую неделю Призы для мальчиков и девочек Которые наберут больше количества баллов То есть оценочная такая Оценочная и потом в конце дарит им какие-то призы Более того, сейчас я поделюсь с Еленой Борисовной этим В субботу я предложу детям, нашим детям Приготовить и накормить всю семью Любым блюдом Онлайн Они просто потом покажут сервировку Я ее цени, потому что я в этом понимаю А родители потом поставят своим детям Ну, естественно, родители только по-честному поставят По пятибалльной системе Двоек не ставят Тройка, четверка, пятерка И потом опять кто-то получит А я вот со своими детьми вчера боролась с сутулостью Потому что сейчас родители жалуются, что задают очень много уроков И действительно дети обратились к мониторам Я даже одно время дала им Я говорю, ребят, пожалуйста, занимайтесь уроками, разберитесь С этим преподаванием онлайн также Ну и вчера рассказывала им, четыре упражнения давала Именно как побороть сутулость То есть для нас это тоже важно Мне очень приятно, наверное, что Я не знаю, мне кажется, это комплимент Что вы представитель вот той самой школы Когда тренер Это не просто механический, я не знаю, как бы Выдающийся какой-то объем просто знаний Передача информации Передача информации Да, я такой некий ретранслятор, который закрывает дверь Уходит, а мне очень важно и нравится то, что вы участвуете В жизни детей и с родителями Лена, я думаю, мы уже как бы заканчиваем Да Я просто скажу, что вы правильно подметили Среди тренеров есть преподаватели, которые преподают Им не важно, научился ученик, не научился Вот они какие-то упражнения Да, а есть учитель Вот мы из той плеяды тренеров Которые, если не научат ребенка, они не будут спать Вы знаете, это очень хорошо Мне хотелось бы, чтобы учителей было как можно больше Не просто преподавателей, а именно учителей Которые, не знаю, дарят свои эмоции, свои знания И всего себя отдают зрителям Лена, ну и с вашего позволения Я хочу обратиться к нашим родителям В связи с такой ситуацией Мы лето будем работать Поэтому связывайтесь со своими тренерами Обсуждайте часы занятий И все у нас будет хорошо Лена Борисовна, да Я тоже хочу сказать Танцуйте и будьте счастливы Большое спасибо вам, что вы пришли к нам Замечательный эфир До новых встреч Спасибо большое Увидимся на следующей неделе Спонсор программы Публичное акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат Редактор субтитров А.Семкин